привет привет друзья вы на канале компании don ballon обязательно подписывайтесь ставьте лайки и мы с вами продолжаем наш обучающий процесс сегодняшний урок будет совсем для новичков это я посвящаю тем нашим подписчикам которые только-только учатся азам которые только-только взяли шары в руки и для них небольшая фигурка которую они легко смогут сделать на которой они смогут немножко потренироваться и вообще у нас это хит-продаж может быть я вас удивлю ну на несложно будет у нас будет такая прям простенькая простенькая собачка с небольшим букетом цветочков ну букет наверное будет самый сложный всего что тут есть поэтому с него и начнем для начала я уже повторяю это в каждом уроке мы обязательно все шары обрабатываем нас наш букетик будет состоять из трех цветочков поэтому мы берем три зелененьких шедем очки для ствола это двести шестидесятые да это у нас идут оттенок неважно берите какой вам нравится будь это лайм будь это просто зеленый что вам больше по душе вот три у нас шедем очки идут на ствол и по три шедемки у нас будет идти на каждый цветок цветочек у нас будет тройной это будет голубой сиреневый и желтый желтый у нас идет 160 тоненький голубой сиреневым идут 260 для тех кто только недавно к нам присоединился кому тяжело просмотреть все уроки до обработка это у нас мы протягиваем шеделку чтобы она была плосенькая вставляем кончик в нашу баночку и порядка там сантиметра выдавливаем туда раствор распределили закончили нам нужно обработать так все девять шариков я эти цветочки свое время очень любила да и сейчас я к ним нормально отношусь они делаются просто смотрятся пышненько и для бюджетных фигурок просто идеальный вариант когда нужно сделать быстро недорого и чтоб смотрелось хорошо ну или когда например клиенту уже надоели банальные ромашки мне кажется такую фигурку может сделать каждый начинающий аэродизайнер и наверное в портфолио у каждого кто когда-либо начинал есть подобные фигурки что подобным образом можно сделать все что угодно так 3 160 шедемочки на сердцевинке обрабатываю я шарики обязательно все шедем круглые шары я не обрабатываю то есть там тело пятерочки еще что-то они не подлежат обработки и красный шарик на бантик для нашего букета мне очень часто задают один и тот же вопрос звучит чуть ли не под каждым видео почему вы обрабатываете шары которые давайте воздухом они же не летают зачем вы это делаете почему и для чего нужны эти действия это выбор каждого из вас вы можете их не обрабатывать но фигуры которые сделаны с помощью шедемок с обработкой стоят месяцами и моим клиентам это очень нравится мои клиенты всегда говорят боже мой они такие классные так долго стоят мы хотим еще если конкуренты этого не делают не обрабатывать то их фигурки сдуваются буквально через неделю становятся совершенно некрасивыми и ну зачастую да конечно праздник долго не длится но фигура из шаров во первых она стоит дороже чем обычный гелевый шарик во вторых она должна наверное как игрушка быть как подарок да вот и она ну вот если гелевые шарики надул они упали и ладно бы с ними то тут уже идет немножко другой эффект это игрушка это подарок она должна прослужить подольше так сейчас мы с вами сделаем цветочки сами у нас у цветочков будет нижний нижние лепестки будут сиреневые верхние голубые значит надуваем шар на где-то четыре качка четыре с половиной так это мы про верхние сейчас мы сейчас нижний день начать нижний надуваем полностью у меня получилось аж 7 качков но это просто сиреневый шарик он всегда раздувается больше а теперь сдуваем так нормально сдуваем чтобы он был весь такой мягонький и так вот завязываем получилось вот такое колечко теперь нам нужно сделать еще два таких же колечка мерить будем поэтому то есть так же надуваем полностью сдуваем в такой же размер видно да насколько разница в размере это у нас будут нижние лепесточки теперь подготовим сразу верхние верхние уже на 1 2 где-то на четыре с половиной пять качков вот я 5 сделаю и под сдули самое главное что они у нас должны быть меньшего размера чем предыдущий то есть делаем колечко поменьше если там мы использовали шедем на максимум то здесь у нас остается вот такой большой хвост из количества качков принципе не играет роль я надула на 5 потом смяла его и под спускаем мне важно чтобы шедем была мягкая ну и вам тоже потому что если мы говорим о новичках очень тяжело управляться с шарами которые не всегда слушаются нам нужно научиться шариком работать теперь я вот эти лишние хвостики отрежу но не сильно под корешок то есть я убираю так чтобы они не сильно не мешались но при этом оставляю если я их прям совсем под корень уберу то у меня узел расползется когда я буду с ним работать это такой маленький но важно нюансе здесь можно только саму пуску можно даже это не обрезать здесь уже это не критично это важно там где у нас длинный хвост остался чтобы он нам не мешал так теперь мы делаем такой прием смотрите у нас есть шар в начале где мы его только начали давать и конец шара вот там где начало там он обычно потоньше ну смысле сам шар потолще надуть больше и запас прочности у него меньше поэтому начинаем с этой стороны складываем вот так и вот эту часть визуально делим пополам складываем вот так то есть нам нужно сделать из этого шара три одинаковых лепестка я вот так визуально сложила первый лепесток сделала потом притянула серединку и второй и третий лепесток все вот у нас получилось три лепестка и так я делаю каждый раз и два я посмотрела она примерно одинаково здесь даже не одинаково получилось есть вот этот лепесток я переборщила вообще если видим что какая-то ошибка явно что-то не так лучше исправить чем потом будет кривой лепесток в самом цветке померили сделали вот такая у нас заготовка для нижних лепестков и то же самое делаем тут только лепесточки у нас будут поменьше так примерно теперь мы этим как бы две заготовки между собой соединяем просто перекручиваем вот и вторую также вот такие у нас заготовочки получились теперь нам нужно взять маленький насосик и надуть 160 шедемки мне нет маленького насосика я надую большим но не суть важно 160 желтый шедемку надуваем до конца теперь поддуваем она такая вся мягонькая было и также связываем ну а здесь нужно будет сделать такое действие это мы складываем пополам еще раз пополам и вот эти четыре штучки еще раз пополам если шедем будет достаточно мягкая то сделать это будет очень просто училась вот такая пышненькая абракадабра и так нужно делать все три все наши сердцевинки готовы теперь нам нужно надуть лепестки точнее наши стебелечки где-то четыре с половиной качочка что мы делаем собираем цветок мы берем вот эту вот хвостик и фиксируем его несколько оборотов вокруг нашей сердцевинки а теперь продеваем между шариком который у нас стебелек и шариком сердцевинкой наш сам цветочек и с помощью самой же шариком и так прокручиваем здесь у нас стало как бы между лепесточками и тут лепесточки нужно сделать как бы шахматном порядке до получился такой необычный цветочек он выглядит как бы немножко несуразно мы сейчас его сделаем более изящным для этого мы так вот помнём наши лепесточки и они будут более живыми вот теперь наш цветочек выглядит гораздо симпатичнее а тут мы отмеряем пузырек он обязательно здесь вот так вот делаем скрутку и еще три лепесточка 1 2 3 так вот у нас получилось такой чешелистник учиться вот такой вот большой пышный цветок всего лишь из нескольких шедемок и очень просто сделаны давайте теперь то же самое сделаем с остальными наши цветочки готовы смотрите мы сделали всего три цветка у нас получился вот такой пышный букет и делается это реально ну пять минут теперь давайте сделаем для них небольшой бантик я покажу как я делаю самый простой бантик и шарик и шариков так как нам нужно будет обхватить этим бантиком букет я надула почти до конца но хвостик все равно оставила теперь я делаю как бы не из бантика то что будет у нас свободном полете так сказать примерно вот такого размера хочу теперь делаю достаточно крупный пузырь и складываю его в пинч теперь мне нужно сделать один лепесточек и второй такой же чтобы они были одинаково максимально у нас идут несколько раз оборачиваю теперь нам нужно обернуть букет ставлю бантик перехватываю как бы шедеемкой вокруг стебельков и оборачиваю случился вот такой вот бан а здесь соответственно отмеряют точно такой же размерчик и завязываю 1 шедемки хватает вполне себе даже на большой букет для этого просто нужно вот эти места покороче сделать ну и сам бантик поаккуратнее самый стандартный самый обычный банк наш букет полностью готов а теперь приступим к изготовлению самой собачки для изготовления песика нам понадобятся белые шары у нас будет долматинец поэтому мы его сделаем сначала полностью белым один линкалун я это делаю просто ну беру линкалун потому что он имеет более вытянутый более крупную форму и плюс у него уже есть хвостик который нам нужен также нам понадобится четыре белых двести шестидесятых шедемки четыре у нас идет десяточки 10 дюймов и восемь восемь десять пятерочек также у нас будет эти три горошинки один двенадцатый шарик и один пятидюймовый черный это носик теперь соберем основу для собачки также у нас есть один пятидюймовый это грузик тут водичка надувать будем 10 дюймовые шарики где-то на 10-12 качков сейчас посмотрим как лучше я сделала 13 потому что букет у нас достаточно большой нам нужно чтобы собачка наша стояла обратите внимание если надувать шарик просто то он получается грушевидно я из урока в урок это повторяю а если его как бы сплюснуть он получается более круглый вот очень часто делают такие фигурки вот на таких грушевидных шарах смотрится некрасиво надо делать вот так ну конечно ваш выбор я советую делать так получается аккуратненькие кругленькие приятники такие шарики связываем их двоечку и делаем еще одну двоечку теперь теперь делаем классический кластер просто вставляя один одну двойку в другую и переключить такая у нас получилась основа главный признак того что основа получилась у нас правильно это то что у нас грузик не выпирает и все шарики у нас лежат в плоскость то есть на столе еще один такой нюанс для того чтобы обезопасить свою работу если это работа на продажу тем более лучше всего нижние шарики делать шар в шаре потому что если ребенок будет ставить эту фигурку на пол играть и возюкать ее туда-сюда больше вероятности что он останется в целости и сохранности если шар лопнет то только какой-то один они оба так теперь нам нужно сделать тело для тела я беру линкалу и просто как следует раздуваю его компрессором вот такой достаточно большой если вы сейчас дути надуть еще раз будет еще больше чуть-чуть подду и делать его совсем тугим не рекомендую вот сейчас он у меня достаточно мягкий на самом деле с ним довольно легко работать вот таким я его ставлю да и по размеру у нас очень неплохо смотрится я просто его связываю с хвостиками от нижних шариков вот так а теперь нам нужно взять пятерочки и сделать перемычки в принципе можно без них но нам нужно собачку чуть-чуть сделать покрупнее за счет них она будет повыше примерно примерно на два качочка нормально таких нам нужно тоже 4 шарика перекручиваю перекручиваю два шарика у меня тут остается запас прочности и и надеваю на нашу собачку вот она у нас теперь стала еще выше а теперь нам нужно сделать голову для изготовления головы нам понадобится 12 дюймовый шар я его сейчас надую и сдуй чтобы он был немножко помягче также три горошинки для креплений и нужно будет две шедемки для ушей сейчас мы их обработаем и тогда сразу все у нас две для ушей две для ручек так надуем сдуем нашу голову также еще одна из наиболее распространенных ошибок когда делают такого рода фигурки немножко не соблюдают пропорции и головы такие вот вытянуты иногда большие делают нам такая большая голова не нужна но мы взяли 12-дюймовый шарик потому что мы будем делать пуцки и нам нужно чтобы у него был запас прочности поэтому я сдуваю в идеале до того состояния пока не будет наша голова идеально круглая сама по себе но это вот совсем мало ведь она прям маленькая надо подышим я вот трогаю чтобы он был мягкий и не сильно большой сейчас мне нравится кинем в горлышко три горошки и завяжем шарик вот здесь вот у нас видно макушку шара она очень хорошо помогает нам ориентироваться поэтому смотрим на макушку и примерно вот так вот вот так вот где у меня вот эти два пальца делаем ушки относительно макушки то есть они у нас идут вот так вот у меня вот здесь серединка макушка так расходить но естественно на одинаковое расстояние сначала крепим одно ушко а потом будем крепить второе уже исходя из того как у нас получилось первое надеюсь это понятно из них надо надуть шарик вот такой хвост да где-то в четыре пальца оставляем и второй шарик также надуваем ушки наши готовы хватаем нашу горошинку перекручиваем и вот я на самом деле прям уверена что если бы мне этот прием показали в самом начале когда я только-только за ваши рыб руки ток очень очень много давалось бы мне гораздо легче поэтому я вам говорю что надо вот прям так сразу с первых фигур и начинать делать то есть не надо выдумывать там что-то клеить как-то выкручиваться надо просто брать и делать как положено на завязках чтобы ничего никуда не отвалилась и было надежно теперь я просто беру вот так вот хвостик на продела вот я держу хвост вот у меня узелок и просто обкручиваю шедем вокруг нашего узелочек теперь я делаю пинчик и ручками перекручиваю второй пинчик и тоже перекручиваю ну и так как у нас ушко должно лежать как бы в плоскости вниз поэтому делаем еще третий пинчик тоже перекручиваем если боитесь что шарик лопнет или с ним что-то случится сделайте так же голову шар шарик как мы делали головы для кукол да то есть тогда у нас с вами горошинки будут не болтаться внутри шара они у нас будут между шариками мы сможем подвинуть и также за них прихватить вот у меня где находится первое ушко примерно вот тут мне нужно поймать второе ушко я его прям туда куда мне надо да при прихватила сейчас я смотрю принципе нормально так так же я перекручиваю и цепляюсь и три пинчика довольно крупненьких вот такие у нас получились ушки теперь нам нужно их свернуть да и посмотреть какой длины нам их оставить если сделать слишком длинные прям заяц получится если делать очень короткие и не очень нравится я думаю что оптимально как то вот так просто раза четыре обернули и и лишнее убрали все никаких завязок узелков делать не надо вот у нас наши пинчики приплюснули шар насколько это можно да чтобы он лег в нужной плоскости теперь отмеряем второе ушко такое же как первое я прихватила смотрю вот это ушко длиннее убрала подвинула опять смотрю теперь примерно одинаково может быть еще чуть-чуть все ну естественно так можно делать только в том случае если ты уверен что у тебя хорошо все намотано плотненько то есть у меня здесь прям вообще все намертво держится тогда да ничего не случится если у вас там все хлипло и непонятно как намота на сто пятьдесят пять узлов конечно это все раскрутится стоит только ребенку взять в руки теперь берем это ушко и делаем его более привлекательным просто меняем форму так уже получилось совсем другой вид получилось такое все более живое выбираем какая сторона нам больше нравится мне вот это примерно смотрим где у нас будет носик где-то вот тут нам нужно надуть пятидюймовый шарик так вот такой шарик и две пятерочки скорее всего на один качочек ну да один и второй так как у пятерочки у меня в данном случае хвостик помягче поэтому я одну пятерочку буду привязывать а вторую пятерочку сразу с носиком соединю так а это черненькая уберу все то есть у меня вот такая вот связочка получилась где два шарика и один теперь мне нужно поймать хвостик там где у него хвостик очередную пуску там где у меня будет носик с примерно вот тут визуально вот я его прихватила посмотрела там ли вот так вот немножко подтянула ладекс чтобы у меня натяжение в этом месте было как можно меньше и спокойно перекрутила то есть если крупненько посмотреть у меня вот такая вот горошинка получается да просто перекручена теперь я беру хвостик наматываю вокруг этой горошинки придерживаю ее потому что если я отпущу у меня все это дело раскрутится беру второй хвостик и соединяю их получается вот такая мордочка простенько и симпатично теперь давайте приклеим глазки и бровки я хочу сделать зеленые глазки нашу песику вот такой вот так вот немножко кривее зеленые глазки и симпатичные бровки и вторую вот а теперь нам нужно присоединить стандартный размер такой фигуры не меньше метра вот здесь где-то метр у нас и есть плюс сейчас у нас еще станет перемычка между головой и шеи я прям сделаю под пол качочка больше не надо и теперь нам нужно сделать ручки и вручить пакетик наш песик практически готов давайте сделаем ему руки я надуваю на 4 качочка такой немаловажный момент делаю я две петелечки чтобы они никуда не раскрутились проделая сквозь петельки хвостик теперь я максимально смягчила шар нам нужно померить да у нас довольно длинный длинные стебли я бы их чуть-чуть уменьшила просто чтобы это выглядело слегка аккуратнее нужно найти где у нас тут центр вот центр но так как я хочу чтобы у собачки букетик был чуть-чуть сторону я выберу чуть-чуть в край этого будет незаметно но у нас по сути одна рука будет длиннее 2 короче рассовываем лапку между бантиком и цепочком а вторую часть лапки подвязываем сюда кстати она нам даже длинная мы ее сейчас вот так укоротим то есть я просто беру вот эту шеденку связываю с вот этим вот стыком здесь вот нужно найти хвостик и связать потому что такое место здесь не так плотно все лежит потом детки могут теребить вот у нас получилось мордочку поправить примерно ну а теперь последний штрих предпоследний штрих мы сделаем нашему песку хвостик а то какая же на собака без смотрим длину это уже кошка подвязываемся какую-нибудь хвостику я прикрепила хвостик лишнее я сейчас обрежу сделала потуже вот такой у нас был жесткий в этом уберем и если хотите чтобы здесь не было вот этого узелочка то можно да просто воздух перегнать и использовать вот эту часть так симпатично загнули и по сути основа весь наш песик готов но это у нас какой-то не дом оттенец а альбинос поэтому можно взять маркер вообще первое время все доделал это маркера можно взять оракал можно вырезать на плоттере но я специально покажу как это сделать ручками с мы берем просто наш черный оракал и вырезаем из него разные формы причудливые кружочки овальчики какие-то необычные то есть нам нужно облагородить нашего долматинца займет какое-то время я с помощью ножниц ручками просто нарезала разной формы и размеров круглешочки из оракала теперь я буду аккуратненько клеить на саму собачку они будут ложиться плотненько выглядеть хорошо и создадут эффект нашего долматинца вот такой вот у нас получился симпатичный песик принципе он готов повторяйте делайте на основе так вот на точно такой же основе можно делать там всяких зайчиков мыши кошечек и так далее просто меняйте ушки немножко модернизируйте мордочку таких фигурок принципе фотографии разных интернете много так что повторяйте делайте я думаю что этот урок будет полезен особенно для начинающих пишите свои вопросы ставьте лайки пока пока всего хорошего до встречи в следующих уроках и и и и и и и